Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте! Я Денисович Алексей Федосович. Родился в 1924 году. Какого числа родился? 10 октября. 10 октября 1924 года. Угу. Алексей Федосович, скажите, было ли у вас ощущение о надвигающейся войне? Как было то ли? Было ли у вас ощущение о том, что война начнется? Вообще не было. Не было, да? Но случилось это так. Только я закончила восьмой класс Нижневской средней школы. За последний экзамен это было 20... Вот как началась война. Угу. С 41-го она началась. Только этот день за последний экзамен и началась война. Ну, что я еще был, то уже молодой. Я только восемь классов закончил. У нас в армии, меня не брали. Я только стал служить после войны. Угу. Не после войны, а после освобождения. Бречна. От немцев. Меня призвали в армию. Ну, и я попал сразу на фронт. Отсюда вот. Я родился в Нижнем, в Нижнем самом. Мы шли пешком, пешком. До самого, в общем, до Гомеля. До Гомеля пешком. Это было наступление на Гомель. Мы, дивизия наша освобождала. После освобождения дивизии, то есть освобождения Гомеля, нас отвели на пополнение, потому что вся дивизия погибла. Это река СОЖ, река, и пошли, отвели нашу дивизию на пополнение. В течение трех дней дивизия была пополнена. И опять нас бросили на... Пешком мы шли на Киев. С пополнением освобождали. Но до Киева мы не нашли. Там освободили другие войска. Мы оттуда. Нас повернули на свое же место. Вот где это было... Вот случай этот взрыва. Городок этот, в Белоруссии, в Украине там. Мы прошли пешком и нас бросили сразу на Минск. Минск это Гомель, это Белоруссия. Белоруссия, бросили нас на Минск. Мы подошли к реке Ипуть, это Минск был. И дивизию бросили освобождать. Ворсировать реку СОЖ. Нет, не СОЖ, там не кажетая река, большая река в Минске. Это я освобождал СОЖ. Вот. Днепр, Днепр. Ага, вот. Ну, ну, ну. Днепр, форсировали мы Днепр. Войска наши почти. Все люди почти погибли. Людей осталось живыми очень мало. Нас отвели на пополнение и перебросили на южную страну реки. Это Украина была. На Украине. Мы пришли на... Перешли, войска пополнили в Гомеле. И мы опять нас привели на Украину для освобождения Украины. В это время немцы сделали... Сколько же это было наступлений, по-моему. Чтоб не врать вам. Это было, было, было... Ну, хотя приблизительно. Да, приблизительно. Это было танковые атаки немецкие. Войск пехоты и войска артиллерии. Танковая армия. Вот здесь немцы сорвали наступление. И немцы отступили за Днепр в западном направлении. После того, как немцы отступили, их войска отвели. Наверное, не отвели, а не отступили. Далеко-далеко. Мы шли пешком за немцами. И это где-то, где-то, даже сомневаюсь сказать. Километров много. Мы шли четверо суток. После этого мы вышли, нас перебросили, дивизию перебросили, нашу дивизию отвели на пополнение. И дивизия пополнена была, и ее провели на Минск. Минск – это Белоруссия, да? Белоруссия, Минск. В Минске мы начали наступление вновь. Но немцы долго не удержались, они отступили дальше, на запад. После того, как мы форсировали Днепр, мы начали наступать на Минск. Ну, ты уже говорила. Да-да. Минск – это Белоруссия. Да-да, вы уже говорили. Белоруссия, Минск. Мы подошли к Минску, немцы отступили дальше. И когда наступали на Минск, у них было очень сильное снабжение войск стояло, очень сильное даже. Наших войск очень много погибло. Я тогда получил тяжелое ранение, и больше я на фронте не был. Я попал в госпиталь, вон в госпиталь прямо. Вон и потом приехал домой. С четырьмя ногами. С четырьмя ногами приехал. С четырьмя ногами. Ну, понятно, понятно. Вот, война моя и кончилась. Вот я вижу, у вас есть награды, да, имеются? Расскажите немножко о них. За какие боевые заслуги у вас награды? Орден Отечественной войны. Это у меня... Ну, это все давали после войны уже. После войны. А давали это все послевоенное. Мы, собственно говоря, в наши войска наступали. Во время войны Орден Великой Отечественной вам дали? Вот это вот. Я был на фронте. Детям мы отдали те, что ты брал на фронте, и детям маленькие играли, все они потеряли. У нас документы поставили. Ну, мало было этих медалей, я не помню, сейчас даже их помню. Медаль за храбрость. За храбрость. И медаль за отвагу. За отвагу. Да. Это на фронте он получил. Это фронтовые были, это были фронтовые. Ну, это все за Белоруссию. Я дальше Белоруссии нигде не был. Да, потом его отправили на фронт. Вот после ранения, он по госпиталям его возили, возили до самой Сибири. О, как. Да. А в Сибири уже там остановились, и он там пролежал год. Уже после этого его вообще списали с армией. Суровая была такая. А что за бой был такой, когда... Как вы получили ранения? Можете рассказать, что случилось? Я ранения получил в Ной. Как? Как вы получили ранения? Я ранения получил под Минском при наступлении наших войск, чтобы Артайя Минск. Тогда погиб почти весь пол погиб. У людей осталось очень и очень мало. И я больше на фронте не был. В Белоруссии это болото, реки, кругом вода, грязь и всё. Ну, а немцы, они когда почувствовали о том, что их сорвали от самой Москвы на Али. Они, по сути дела, только кое они удерживались так до самой Германии. Они отступать начали, потому что наши войска были пополнены в Севе. И, собственно, очень большое количество разных национальностей людей. Ведь погибло-то... Сколько же это? Очень много дивизий погибло тогда под Минском. Ну, слово... Война есть, война. Да, это одно, хорошо, я сейчас не помню уже, потому что время прошло-то очень много. Ну, понятно. Вот скажите, вот в составе вражеской армии, да, были не только немцы, но и финны, и венгры, да? Вот с кем из них было труднее воевать на ваших... С немцами. С немцами, да? С немцами. А почему? С немцами воевать было с немцами. Они, во-первых, были хорошо вооружены, это раз. У них, собственно, своих войск было мало. У них ведь были и белорусы, и белорусов они своих приспешников брали. А потом, когда пришли прибалтийские государства людей, а потом у них были разных национальностей, многонациональное государство. Ну, пополняли они тоже. И Англия, и Америка. Ну, Америка-то не воевала, и Англия с ними. И не в духах были. А также государства Германия, Англия, Германия, Польша. Австрия. 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 Финляндия. Венгрия. Значит, с немцами, да? А как вы помните своих полководцев? Сейчас помню, не знаю. Забыл уже. А командира помните? Не помню ничего. Ну, понятно. Как вы относитесь к личности Сталина? Вы знаете, Сталин был человек, надо сказать, серьезный. Он, во-первых, хотя он и на фронтах выжил, встречался с людьми. Ну, наших войсков, когда побили их уже на нашей территории, наших войсков, погибло 26 миллионов, миллионов человек. Это цифра большая. А как руководитель, как руководитель, он был очень серьезный человек. Серьезный человек. Благодаря его напористости, сознанию, грамотности военного дела, конечно, он выиграл войну. Он был человек исполнительный. Исполнительный. Это мое личное такое мнение. Ну, и командный состав был хороший. Молодежь. Были молодежи. Люди только с училища, на фронт. Кто, где войска, командиры были люди грамотные. Очень грамотные люди. И они людей, войск своих, они жалели. Жалели. Они зря людей не бросали в атаки. Но так складывались военные, военные атаки военные, что надо было. Надо было. Люди шли на смерть. А как вы относитесь к приказу номер 227, ни шагу назад? Что это за приказ? Ни шагу назад. Не помните такой приказ был? Нет. Ни шагу назад, что отступать нельзя было. Вот когда... Там за градом ряды стояли. Это под Москвой, наверное, было. Да, да. Это под Москвой. Уже к самой Москве, когда муристка подошли. Ну, все равно, они ж пользовались этим приказом номер 227. А как же, конечно. Не только ж под Москвой имеется в виду. Нет. Не шагу назад, значит, все. Он был, во-первых, хорошо вооружен. Это раз. Во-вторых, у них было многонациональная военная армия. Это вы про немцев говорите сейчас? Да. Вот они подошли к Москве. И они в Москве не могли ничего сделать. Там было людей очень много. И люди грамотные. Во-первых, и Сталин в этом отношении был человеком серьезным. Он не жалел. Не потому что он дерзил там или хулигай, или что. Так надо было. Москву надо было защищать. Ясно. Так, скажите, вот вы встречали дезертиров? Были всякие люди. Были. Были. Территория, но там уже дезертиров не было, по сути дела. Там были люди наши, русские. Но национальная армия была. И были люди серьезные. Но в крайнем случае, наступление, отступление наших войск всегда стояло перед ружьем. Не разрешали. Умирай только вот так. А у вас личное оружие какое было? У меня? У меня была пушка. Попыша, что ли? Батарея. Из пяти. Командование пяти человек. Это пушка, оружие. Батарея. Батарея была. Четыреста. И бабушка забыла. Ну ладно. Не столь важный. Как вы встретили 9 мая? Где? Где и когда? 9 мая. Окончание войны. Я был дома. Я был ранен на костылях. Уже дома были? Уже выписались в госпиталь? Да. Я ходил на костылях. Я выходил на костылях. Почти полтора года. А потом уже стал с палочкой ходить. Война кончилась. Мне пришло... Я пошел... Я кончил 8 классов. И после окончания войны... Это... С каком году мы поступили в техникум? В 45-м. В 45-м году после окончания войны. Мы поступили в Новозыпцевскую торговую кооперативную техникум. И я его закончил. И жена... В 48-м, да? В 48-м. Алексей Федорович, хотите еще что-то дополнить к вышесказанному? Суровое это дело. Это смерть людская. Все-таки не много, не мало. А миллионы, десятки. 26 миллионов это цифра. Больше у всех войск потеряла эта Россия. Именно молодых людей. Ну что, защищать Родину надо было. Ну да. Пожелайте нашей молодежи в дальнейшем. Что бы вы хотели пожелать? Ну сейчас я не знаю, какая сейчас молодежь. Ну... Пожелать, пожелать. Чтоб именно они боролись так, как боролись мы. Спасибо. Продолжение следует...